дорогие рукодельницы приветствую вас на своем канале сегодня будут руки в кадре и пряжа в кадре и мои процессы в кадре про старый процесс расскажу про новые готовые работы расскажу и покажу все то что я начала на этой неделе ну а начну я сегодня с пряжи дочка попросила у меня на весну связать ей платье платье она захотела зеленого цвета типа травки свежей я девочки выписала на выбор вот такую пряжу бобинную я себе попробую выключить фонарь и посмотрим что получится но нет так и показывает немножко белесая но она такая зелененькая с меланжем со светлым пряжа 40 процентов написано кашемир 40 процентов шелк 20 процентов меринос филку арт-альба цвет травяной травка до метраж 500 метров 100 граммах вес 100 граммов я выписала 5 таких бобинок ну почему-то меня вот смущает этот цвет мне кажется он такой очень светлый я решила его разбавить я еще выписала вот такого темно-зеленого цвета такого прям красиво красиво изумрудного блестящего но здесь очень тоненькая ниточка здесь 55 процентов меринос 30 процентов альпака и 15 шоу ригу арт пис пискода цвет зеленый метраж 2 дробь 48 это 2400 метров вес 100 граммов италия здесь италия и здесь тоже италия вот я смиксовала две вот таких пряжи одну ниточку вот эти 500 метров 100 граммов и одну ниточку вот такой сейчас вам покажу образец здесь я сначала вязала смотрите на два с половиной потом на тройке на четверке и потом вернулась сделала микс и тоже связала на четверке вот такой образец но мне показался все-таки тонковатый я его постирала изменение в какую сторону длину на буквально так на один сантиметров он потянулся на один сантиметров он потянулся в длину так где-то у меня есть запись я записала на карточке только у меня чего сейчас я найду девочки ой сумочка упала ну в общем образец был 15 на 9 сантиметров сейчас он 15 на 10 вот видите какой вот он мне показался тонковатым пряжи раскрылась все но все равно тонковатый и тогда я добавила еще одну ниточку вот такую темно-зеленую сейчас у меня в работе смотрите вот одна зеленая светло и 2 вот таких темно-зеленых в общем вот так вот я вижу сейчас уже начала девчонки новый проект сейчас я покажу что у меня тут я решила платье вязать сверху японским плечом мне понравился этот способ вязания он хорошо будет шивной по бокам круговую я вязать не буду вот смотрите как я начала это платье вот сверху прям вы видите какой стал цвет мне кажется он намного лучше чем если бы был из одной этой вот за мной этой светлой травки так где образец вот смотрите видите здесь какой-то он бледный а в сочетании вот с этой ниточкой темно-зеленый он получается очень интересные поярче так сколько я набирала сейчас я вам скажу я набрала 42 петли на петли на плечо 30 петель на горловину и 42 на второе плечо и начала вывязывать добавляя по 3 петельки 3 отсюда 3 отсюда 3 отсюда 3 отсюда таким образом у меня вывязалась вот такое плечо здесь у меня буквально от верхней точки если провести вот так линию у меня здесь получил 10 сантиметров плюс я добавила обратно поворотными рядами вязала и добавила до проймы еще 12 и на 22 сантиметров вот от этой точки 22 сантиметра начала вывязывать пройму я добавила два раза по петле и потом буквально добавила 6 сантиметров вот на подрез то 6 петель чик на подрез девочки не сантиметров перед у меня будет вязаться аналогично единственное что только здесь вывяжется у меня горловина на перец и вот сейчас я израсходовала буквально 50 граммов чтобы связать вот здесь 35 сантиметров и здесь у меня половина обхвата здесь у меня 60 но у ксюши 50 размер на свободу облегания у меня сейчас здесь 60 сантиметров я когда постираю она немножко распушиться будет потверже но и уже сейчас вот это вот вот видите как вижу свободно на спицах четыре с половиной и она такое как по немножко бред ним да но это для того чтобы все здесь распушился и кашемир и веренос и в общем все мне кажется будет нормально полотно будет немножко пожестче сейчас она очень очень мягкая очень мягкая девочки вот такой у меня новый процесс я вам показала так сейчас я вам покажу то что я навязала у меня очень много вот такой пряжи девчонки смотрите я тогда с дуру выписал не знаю зачем пряжи для вязания с ворсом состав 70 процентов козий пух 30 процентов акрил 100 граммов длина 200 метров толстая такая ниточка ну вот для лесных носков для мужских я ее использую и вторая ниточка мне подарила моя сноха из той же серии буквально смотрите козий пух 40 процентов акрил 60 процентов 250 метров 100 граммов вот такой вот кораллово-розовый цвет да и я связала следочки синие следочки связала они у меня здесь я их уже носила вот смотрите полу патентная резинкой связала они совершенно без шва то есть набираем 50 петель я как-то показывала мастер-класс 50 петель набираем и вяжем где-то 20 рядов вот так вот 20 15 ну кто сколько хочет с добавкой вот здесь посредине с одной стороны с другой стороны добавка делается вот если вывернуть на лицевую сторону вот видите вот потом вяжется платочная вязка где-то буквально вот 3 этих ребрышка чтобы получалось и потом вяжется стопа туда-сюда обратно поворотными и потом все вот это на пяточку сводится к одной петельки вот такие следочки я связала синенькие для себя носила уже девочки их и стирку сейчас убираю и связала еще кораллово-розовые подарила их наташи невестки сюда поставлю вам фотографию еще один новый процесс у меня в работе это жилет девочки я в пинтерест нашла для себя жилет с пуговицами две пуговицы с одной стороны будет две пуговицы с другой стороны по бокам начала со спинки вот у меня буквально 150 граммов вот такой пряжи сейчас я вам расскажу что это так здесь 75 процентов шерсти 25 процентов альпака в 100 граммах 600 метров у меня было 400 граммов помните я добавляла в этот в пальто когда вязала пальто в качестве подмоса добавляла вот эту подмот и добавляла вот эту альпаку ну сейчас вот вижу на спицах 4 сколько здесь у меня 4 375 но можно сказать на четверки вот такие кубики у меня на 375 две ниточки начала спинку жилета ну я думаю что мне на перед не хватит хватит только на спинку свяжу спинку и посмотрим есть у меня идея как связать перед но это я вам покажу потом сейчас вот такая вот у меня альпака вяжется жилет так еще один процесс который у меня все еще вяжутся девочки выполните это у меня колоски джемпер из китайского кашемира круглая кокетка колоски я остановилась сейчас на 40 40 сантиметров корпус связала и решила связать рукава вот этот рукав начала вязать но он у меня очень широкий я его распущу не понравился мне вот а второй рукавчик уже вяжется у меня все нормально я здесь делаю бабочки вот здесь у меня у бабочки все резинку сделаю на двойке 2 на 2 в общем мне осталось его немножко довязать и сейчас покажу сколько корпуса вот корпуса у меня уже связано все тут выложила не распрямить корпус у меня уже связано от подмышек 40 сантиметров я остановилась заблокировала их не вижу почему потому что если потом мне вязать рукава очень тяжелый будет все платье у меня будет от подмышек до низа 95 сантиметров сейчас вот у меня здесь 40 сантиметров еще 55 если свяжу то будет тяжеловато потом вывязывать рукавчики поэтому рукавчики я вывязываю сейчас вот так вот у меня здесь рукав рукава довязываю а потом продолжу вязать корпус вот это следующее вернее это самое первое я его уже вижу давно давно вам уже показывала миллион раз так ну и по новому изделию на что хочу сказать что здесь у меня на спинке уже связано 35 сантиметров здесь я 22 сантиметра от верхней точки провязала сделано добавки сделано 66 петель на подрез с обеих сторон в общем спинка у меня вяжется не знаю связала я уже здесь 50 граммов на бобинке у меня осталось еще 100 еще 50 граммов но думаю что здесь мне не хватит довязать до самого низа придется начинать новую папинку но пока вижу девочки хочу показать вам еще свой цветочек вот он мой цветочек в тему зеленого сегодня у меня бегунья косей коры винг вот такая красивая девчонки смотрите как здесь и серебряный перламутр и розовинка и темно-бордовый цвет моего жилета и зеленый цвет платья не кантулочка чем вот я показываю с этой работой в тему вот такую бегунью косей коры винг скажите она прекрасная да девчонки прекрасная замечательная так сейчас я наверно сразу я сфотографирую с новым с новым моим изделием с новым вернее процессом поставим ее красиво сейчас вот так из этого убираю темный тоже здесь подходит цвет вот так вот сделаем фото и все на этом я заканчиваю свое видео